Здравствуйте, дамы и господа! Это моё сотое номерное видео. Сегодня я оттолкнусь от привычного вам формата в моём исполнении. Среди поэтов существует пласт авторов, которые помимо стихотворений мастерски пишут прозу. Сегодня будут прозаические отрывки из фильма «Дневник баскетболиста» или же «Баскетбольные записки» – разница лишь в мировосприятии переводчика. Фильм основан на реальных событиях и является художественной передачей определённого этапа жизни признанного американского поэта Джима Кэрролла. Это будут его рассуждения и очерки, которые являются каркасом произведения, принёсшего ему признание как среди простых читателей, так и среди критиков. Данный автор выбран в силу драматизма, описываемых в произведении событий, которые и по сей день являются бичом нашего мира. Всё, что вы сегодня услышите в моём исполнении, с одной стороны громко обсуждается и осуждается, но, с другой стороны, на это принято не обращать внимания и всячески замалчивать. Гостями моего канала являются люди со всего мира. Не могу похвастаться, что из всех стран, но отдельные просмотры есть также из Соединённых Штатов. Поэтому, это, конечно, маловероятно, но всё же, если это видео увидит господин Ди Каприо, то спасибо вам, Леонардо, за главную роль в фильме, снятом по мотивам произведения этого человека. Ну что, попробуем? Может быть, даже интересно получится. Когда мне было лет 7-8, я пытался подружиться с господом, приглашая его к себе посмотреть бейсбол. Но он так и не пришёл. Мы были самой сильной баскетбольной школьной командой в Нью-Йорке, мы готовились к чемпионату, и никто не мог нас остановить. На площадке нужно быть гепардом, а не шимпанзе. Шимпанзе прыгает целый день вокруг корзины, а гепард молча мчится к цели. Раз-два, и он у кольца. Я играю, как гепард. Тренер запрещает нам только две вещи – маму поминать и воровать у соперника, если он белый. Я знаю Бобби с трёхлетнего возраста. Он мой самый лучший друг и лучший игрок в команде. Два года назад у него обнаружили белокровие, но он не сдаётся, и он победит. Он всё победит. Маленькие мальчики кидают шарики в ветви, разрывающие солнце на красивые струи света. И я просто хочу быть чистым. Мне нравятся так ноги на разогретой весенним солнцем гудроновой крыше и легкий ветерок, который обдаёт всё тело, особенно промежность. Когда лежишь голый под звёздным куполом неба, а гигантский город с его снующими машинами шумит пятью этажами ниже, чувствуешь себя сильным. Когда я мастурбирую, я, в общем-то, ни о чём не думаю. Сексуальные картинки я оставляю для квартиры, а здесь только голая плоть и дышащие звёзды. Красота! Иногда у меня бывает такое чувство, будто меня кто-то преследует, как будто на крыше сидит псих и выслеживает меня. И мной, обуревая дикий страх, Микки достал где-то бутылку карболового чистящего средства и предложил поймать кайф. Мы затягиваемся четыре раза, и всё, поплыли. В ушах звенят колокола, в глазах сверкают маленькие яркие молнии, и я иду, шлёпая ногами, по реке с чёрной водой. Странно только, что байдарка плывёт задом наперёд, и лица, смеющиеся идиотским смехом, как в комнате смеха. И смех этот разносится эхом. В каждой компании есть свои игры, где тебя проверяют на вшивость. Мой двоюродный брат в Нью-Джерси любит играть в лобовую, когда две машины мчатся навстречу друг другу со скоростью 80 миль в час. Кто первый свернёт, тот и проиграл. В Бруклине это игра в окурок. Прижимаешь сигарету к ладони и ждёшь, когда она догорит до самого фильтра. Главное, не морщится. А в Манхэттене мы прыгаем со скалы в реку Гарлем, в которую в течение дня спускают тонны туалетной бумаги. Белый пароход плывёт в туман, в глазах твоих сверкают тайны молний, подушек орды мчат вперёд, как мягкие лошадки в игрушечной пустыне. Хороший дом, но слишком много окон, чтоб поутру наполовину открывать, а вечером наполовину закрывать. Я смотрел на его тело. Первая смерть в моей жизни. Лицо его было морщинистым и заострённым, как у обезьяны, а волосы, как серая заплата на черепе. Он выглядел на все 60, а ведь ему было только 16. Он был такой худой, худее, чем в больнице, словно передо мной выложили скелет. У меня перед глазами шли круги, как после четырёхчасового кино, смысл которого так и не понял. Его лицо стояло у меня перед глазами. Лицо и смерть, вся жизнь — обман. Человек растёт, а дождь остаётся на сучьях деревьев, которые однажды будут управлять миром. И хорошо, что на свете есть дождь. Он вымывает месяц за месяцем, смывает с твоего лица грустные выражения и уносит с улиц молчаливое воинство. И ты можешь плясать. Я не рассказывал, как я впервые попробовал героин. Я был в подвале у Педро, кого там только не было. И я пришёл подышать из мешка, а один мне и говорит, если дышишь, то и заглотить можешь. А раз уж глотаешь, то и уколоться можно. На меня иглы нагоняли страх, но я сдался. По телу у меня пробежала долгая горячая волна. Боль, зуд, грусть, чувство вины. Всё ушло. Поначалу ты делаешь это только по субботним вечерам и чувствуешь себя, как гангстер с помповым ружьём. И разгоняешь тоску. Потом начинаешь к этому привыкать. Тебе так хорошо, что ты начинаешь делать это по вторникам, по средам. А потом всё. Ты готов. Все уверены, что с ними этого не произойдёт, но это происходит. Из-под носа течёт. В животе, чёрте, что творится. Ноги дрожат, будто ты отыграл шесть игр одну за другой. А в ушах звенит всё одно и то же. Но ещё разочек. А потом завязываю. Ты думаешь, что стоит только захотеть, и ты бросишь, но это как сон, а сон нельзя остановить, он продолжается сколько хочет. И вдруг ты понимаешь, что бессилен. Это был сон, а не кошмар. Красивый сон, о котором я и не мечтал. Я видел её рядом. Она не была красивой, но стоило ей улыбнуться, как горящая волна обдавала меня. Она пропитывала собой моё тело и выходила из пальцев и яркими вспышками света. И я понял, что где-то, на белом свете, есть любовь и для меня. Главное, нарыть денег, чтобы не умереть. К счастью, в Нью-Йорке найти деньги проще простого. В последнее время я мало пишу, дикая тупость, а потом вдруг накатывает то яркими вспышками, то тяжёлыми кошмарами, то вспыхнет, то погаснет. Я один, точнее не я один, а мы. Мы навеки одни. А кто там в конце тоннеля, по которому я бегу вверх по пятой среди небоскрёбов, после стольких приятных полётов, этот, кажется, самый неприятный. Я отсидел полгода за ограбление, взлом, сопротивление властям и наркотикам. В тюрьме я едва не умер от ломки, но за весь срок неграмма, хотя там достать наркоту даже легче, чем на улице. Это было страшно. Я до сих пор читаю свой дневник и не понимаю, как я выжил. Слава Богу, больше нет в моей жизни бандитов, которые насилуют тебя в душевой. Слава Богу, нет придурочных тюремщиков, которые пускают тебе кровь из щиколотки. Слава Богу, мне больше не надо об этом думать. Слава Богу, есть крёстная мать и крёстный отец. А кто мои крёстные? Мама меня не навещает, так что спрошу, когда выйду. Наркоманы бывают разные. Есть богатые дилетанты, которые пробуют наркотики время от времени, у них есть деньги, и они в любой момент могут рвануть в ривьеру, если вдруг почуют, что подходят к черте. уличные наркоманы ненавидят этих придурков, но терпят. У них можно разжиться деньгами. Ещё есть щенки верхней прослойки среднего класса. Они нужны для того, чтобы открывать глаза своим мамочкам и папочкам на социальную проблему и давить на правительство. А ещё есть мы, уличные пацаны, мы начинаем шляться по улицам лет восемнадцать, здесь у нас всё под контролем, мы никогда не переведёмся, и я тому живой пример. А вообще, по большому счёту, наркоман это обычная работа с девяти до пяти, только изнашивает она быстрее. снято. Дамы и господа, минуло сто моих номерных роликов. Спасибо зрителям за то, что вы меня смотрите. Спасибо моим подписчикам за то, что вы со мной. Всем до новых встреч. До встречи.